Добрый день, это Beta Psycho и новый выпуск S-Alive без воды, посвященный стриму разработчиков игры The Elder Scrolls Online от 6 июля. Данный выпуск был посвящен двум новым данжам, которые мы сможем посетить в дополнении Wolf Hunter. По словам разработчиков, их сложность будет сопоставима с теми данжами, которые мы видели в обновлении Dragon Bones. На трансляции присутствовали ведущий дизайнер подземелий Майк Финниган и сценарист Тори Доггерти. Цель стрима – показать дизайн новых данжей, поэтому ЗОСы не спойлерили механики прохождения и использовали читы для быстрого прохождения. Точная дата релиза или цена пока неизвестны, но было сказано, что DLC стоит ждать в третьем квартале этого года, то есть с июля по сентябрь. Самостоятельно увидеть эти подземелия мы сможем на публичном тестовом сервере, который запустится уже на следующей неделе. А это значит, что коллектив Таверны и Хитного Стамсорка обязательно попробует пройти данжи в ближайшее время. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить анонс. Возвращаемся к трансляции. Первый данж – Крепость Лунного Охотника. Вход находится в локации Марка Смерти. Эта крепость была в управлении Ордена Серебряного Рассвета, который охотился на оборотней. Но в какой-то момент все пошло наперекосяк, и Вервульфы заняли базу своих противников, перебив большую часть Ордена. В качестве награды за выполнение спидрана, неумерайки и хардмода мы сможем получить новый скин. То, как выглядит данный скин, мы сможем видеть прямо сейчас на первом боссе. Вторым боссом выступает Древесный Хранитель. Третьим – одна из помощниц главного злодея, тоже Оборотень. Ну а четвертый босс – это Безумный Ученый, который проводил эксперименты над оборотнями. Результатами его эксперимента являются гигантские Вервульфы – новый тип монстров. Во время прохождения Подземелья мы можем найти заметки про лечение от Ликантропия. Нахождение всех заметок повлияет на концовку квеста в данже. Финальный пятый босс – это Каджит Викоса, одна из первых оборотней в Тамриэле. Она ненавидит Херсина, так как считает свою Ликантропию проклятием. В бою ей будут помогать ее верные волки. Были показаны шлем и плечи от монстр-сета, который мы сможем выбить в этом данже, а также тяжелые доспехи одного из новых дроповых сетов. Зосы рассказали, что арбалет, который мы могли видеть на официальном арте, из ветки навыков гильдии бойцов, так что на новый тип оружия надеяться не стоит. Второй данж – Марш Жертвоприношений. Вход находится в Гриншейде. Мы попадем в план доедрического принца Херсина, чтобы принять участие в охоте на сердце могущественного Индрика. В процессе мы будем соперничать с другими группами охотников и помогать данмерке, которая хочет спасти душу своего отца-оборотня. Одна из соперничающих с нами групп – это норды-оборотни, которые превращаются в медведей. Весь данж разделен на три зоны – путь запаха крови, шепчущий лес и ночные земли. Атмосфера и цвета будут становиться все более гнетущими по мере продвижения по подземелью. Первый встреченный нами босс – это странные, именно странные, как выразились зосы-сестры. Они воплощают аспекты медведя, оленя и совы. Второй босс – Сприган. Третий босс – группа нордов-оборотней, чье сознание захватил Индрик, за которым мы и охотимся. Но четвертым боссом выступает тот самый могущественный Индрик, чье сердце нам и поручили захватить. И финальный пятый босс – это гигантский оборотень. В качестве награды мы сможем получить новую личность, а также анимацию поедания пищи. Также разработчики рассказали, что в дополнении нас ждут два новых дома, которые пока не показали. И в конце несколько новостей об исправлении багов. В ближайшем патче будет несколько фиксов крашей, фризов и стабильности, которые сейчас наводнели консоли. Также мы получим исправление проблемы с мотивами из фенлэйр и скейлкола пик. Продолжается совместная работа со Steam по улучшению механизма захода в игру. Зосы рассказали, что ивент «Переполох середины года» или «Мидея Мэхэм» откладывается из-за проблем с сероделом на консолях, которые сейчас страдают из-за фризов и крашей. Нерф слоуда мы увидим пока только в патчноуте на PTS. И на этом все. Напишите пожалуйста в комментариях, что думаете о прошедшем стриме и чего ждете больше всего от нового дополнения. Ну и если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А я желаю вам всего доброго, успехов и пока! Продолжение следует...